Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Стрелу принеси, перчик, фас. Перчик, фас, стрелу принеси. Перчик, стрелу принеси, перчик. Я к ней кость примотал. Перчик, фас. Может, ты слишком ленивая? Может, сюда тебе... Перчик, принеси стрелу. Нормальные собаки играют со своими хозяевами. Ладно, давай так. Перчик, 20 сантиметров. Не можешь пробежать, стрелу взять. Конечно, жопу-то такую себе отъел. Внедрить, колотить. Уйди, пожалуйста. Ты думаешь, я тебя не вижу? Все, ушел, да? Перчик, иди, насри ему тут. В эту яму, чтобы он больше с него никогда не вылазил. Слушай, ты... Успокойся с миром. Ой. Ну все, больше он оттуда точно никогда не вылезет. Ты только посмотри на него. Сейчас, перчик, дай, стрелы пособираю. А здесь больше нет. Перчик, аборт. Апорт. Не надо аборт. Апорт, принеси стрел... Ой, не собака, а пописяка какая-то. Иди хотя бы осла. Нет, нет, осла не нужно... Осла не нужно кусать. Осел священный. Сторожи, сторожи дом. Сейчас я настрою ему столько ловушек, что он забудет вообще, как существовать на этой планете. Он забудет, как мамка его просто назвала. Сейчас такие ему ловушки забабахаю. Я еще, кстати, сегодня купил на одном китайском сайте очень чудо-навороченную ловушку, которую он запомнит точно всю свою жизнь. Сейчас, бандюган, подожди. Осла только не трогай. Не трогай осла. Не смей осла трогать, пожалуйста. Топор убери. Топор убери. Убери топор. Топор убери. Ты, конечно, с огнем играешь. И доиграешься. Я его затролю сразу же на входе в дом. Только мне нужно сначала сделать пол, который проваливается. А... А, да. Да, да, да. Кстати, кстати, да. Я же его в прошлой серии похоронил очень даже глубоко. Но, как я вижу, он смог как-то вылезти отсюда. Кстати, вот подсказочка на прошлую серию прям... Ёханая камера, как ты заколебала уже падать. Стой на месте. Вот, все нормально. Опа! Вот, подсказочка. Тыкай, смотри, как я хоронил этого бандюгана. Но он как-то сумел вернуться. И как мы все прекрасно знаем, он возвращается только за одним. Чтобы узнать пароль от моего супер секретарского. Секретско-секрет-махинацкого сейфа. Я ж тебя, чувачок, сразу же на старте затролю. Вот сразу же вот здесь затролю. Сюда поставлю шипы. Где шипы? Ты отсюда больше никогда в жизни, в принципе, не сможешь вылезти. Зайдешь через главный вход вот сюда. Тут у меня будут шипы, а тут у меня будет пол, который проваливается. Изи! Сюда я поставлю... Опа! Сюда я поставлю так-так-так-так, чтобы он не смог отсюда выбраться. Чтобы он шел прямо по этой дороге. А здесь, на этой листве, у нас будет, как обычно, стоять наковальня. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот сюда поставлю наковальню. Больше я даже ничего не буду делать, потому что я только здесь его затролю. Ну ладно, если вдруг он сможет сюда пройти. Я на Алиэкспрессе заказал две очумительные вещички. Первое, это невидимые блоки. Ставим сюда, ставим сюда. Через эти невидимые блоки попросту нельзя пройти. Их нельзя разрушить. С ними вообще ничего нельзя сделать. То есть, на кухне он вообще уже никак не сможет зайти. Здесь, то есть, сюда он тоже не сможет зайти. Потому что, я говорю, только вот эта ловушка его затроллит. Но на всякий случай, у меня есть еще две запасные ловушки. Если он поднимется на второй этаж. Сюда я также поставлю невидимые блоки. Как вы поняли, сюда тоже нельзя уже пройти. Он зайдет 100% в эту комнату. А тут, тара-та-та! Этот чубзилет все же с прошлой серии скоммунизил мою картину. Где такой пухлячок. Моей бабушке нравится, когда я накормил ее. Я в прошлой серии именно таким там и был. Это фейковая золотая кнопка. Но он 100% заходит забрать ее себе. Как только он ее заберет, он увидит то, что здесь есть секретный проход. Вот сюда. И тут-то я его поймаю. У меня есть одна золотая монета. Я все же ей пожертвую. Я выкину ее вот сюда. Он увидит то, что там валяется золотая монета. Он прыгнет туда, чтобы, конечно же, ее забрать. Потому что он... Жадная жопа! Он прыгнет туда, я залю его водой и потом замурую камнями. Но вдруг, если он сможет пробраться в мою комнату, чтобы узнать супер секретский секрет... Не все так просто будет. Потому что на Алиэкспрессе я заказал еще одну очумительную вещичку. Командный блок у меня есть. Я его поставлю вот сюда. Здесь у нас будет команда в этом командном блоке, которая отправит нашего грабителя прямо в космос. На этот командный блок мы поставим нажимную плиту. А на нажимную плиту, точнее возле нажимной плиты, мы напишем для грабителя, ну, такую маленькую-маленькую записочку. Сначала мы с вами, ребятки, скрафтим вот так, вот так, опа, скрафтим табличку. Табличку поставим вот сюда за плитой и напишем, чтобы узнать код от сейфа, нажми на плиту. А здесь у нас супер секретская ловушка. Его унесет в космос, поэтому мне нужно подготовить для него зону полета. Вот так вот. Ловушка построена, дорога свободна, небо чистое, грабитель улетит в космос. Но спустя какое-то время он все... Сам в свою же ловушку попался, я же забыл, что там невидимые блоки. Спустя какое-то время он приземлится, хоть он и улетит очень высоко, но... ОСЁЛ! ОСЁЛ! Что ж бандит тебя не убил? Или это он твоего папу убил? Бедный ребёнок. Без семьи остался. Я написал супер секретский код, где уже всё рассчитано, куда приземлиться потом грабитель после своего Юрия Гагаринского полёта в космос. Мы ему прямо здесь выроем вот такую небольшую могилку. Вот сюда. Он взлетит, полетает немножко в космосе и шандарахнется вот сюда. Я его потом опять закопаю и всё будет нормально. Я уже вот домой сбегал, я уже всё подготовил, я уже всё заказал. Могила готова, гроб готов. Главное дождаться грабителя. И, наконец-то, на 100% с ним, ну, рассчитаться уже. Охраняй яму, чтобы грабитель сюда не... Ёханый бабой, что ж я такой криворукий. Всё, идём ждать грабителя. Где ты? Он уже идёт. Так, Перчик, сейчас тебе одно место откусит. Перчик, у меня очень злая собака. Перчик, фас! Перчик, он тебе в нос тычет. Перчик, укусит. Ты чё, издеваешься, собака? Зачем я тебя вообще завёл? Да ты даже ничего не делаешь. Ты даже не можешь распознать, кто грабитель, а кто твой хозяин. Ладно, приходится самому справляться. Он сейчас зайдёт вот сюда, в эту дверь. И тут я его шандарахнул. Ты будешь заходить, нет? Блин, подождите, я забыл зелье выпить. Чуть не спалился. Фух. Ты заходишь в дверь или не за... Так, где он? Алло. Где бандюганы? Чё? Чё там взрывать? Чё? Ты чё, дебил, там? Подожди. А чё, чё взорвалось-то? Где бандю... Так, я ничего не понял. А где бандюганы этот проклятый? Я его потерял. Ты тут! Едрит тебя в кочерыжку. Ты чё мне здесь раздраконил? Всё. Ты тянь, иди сюда, зала. Ох, ты ж зараза, ты так... Там невидимые блоки, ты... Ты где? Иди, иди, иди. Ща, ща, шантарахну, шантарахну. Да, 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 да. Он даже не видит меня, я в невидимости? Да, в невидимости. С ума сошёл! Нашёл, нашёл мне работу, вот нужно будет стройщиков вызывать, стену мне латать. Ты, ты, ты где? Ты уже на второй этаж пошёл? Алё! Ты шустрый-то такой... Зараза! Да, вот, забирай золотую кнопку, забирай золотую кнопку. А-а-а, да! Он её, наверное, потом куда-то толкнёт в ломбарде, а она-то фейковая, кажется, так. Угу, там золотая же монета, да, золотая. Конечно, ты жадина. Опа, забрал золотую монету. Ну, второй раз. Ну, покой, покойся с миром, покойся с миром, сейчас я его здесь застрою. А-а-а, вот так, вот так, всё. Как хорошо, слушайте, ну вот, наконец-то избавился от этого гомункала ходящего. Всё. Ой, как отлично. А-а-а! Перчика, перчика нужно куда-то в приют сдать, мне кажется. Потому что собака бес- просто бесполезная собака. Ничего не делает, я- я вообще не понимаю, зачем я вот свиню себе возьму. И будет мне служить лучше, чем собака. А то мой перчик вообще бесполезный, просто овощка. Ну ладно, ладно. С огнём играешь. Играешь с огнём, да. Смотри. Он тоже какое-то зелье выпил. Так, ладно. Автоматические двери. Опа! 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 Так, вот сейчас будет самая жёсткая часть. Чтобы узнать, куда цейфа нажми на плиту. Кто хочет узнать, что в моём секретско-супер-секретарском-секретском-сейфе находится? Нажми на плиту. Да хватит размышлять. Просто возьми и нажми на плиту. Ну чё так сложно-то? Ну возьми и нажми на плиту. Ну получишь код. Ну код же получишь. Какая сладенькая такая плита. Вот просто стань на неё и космонавтом станешь. Вот Юрием Гагариным. Вот просто вот стань, вот не обдумывая. Вот стань. Код! Код! План прошёл на ура! Ты где? Ой, в космосе уже, наверное, да? Где-то там. Ой, точечка вот там такая. А нет, это не он. Это я случайно в экран пленал. Вот он улетел. А сейчас он должен приземлиться туда, где могилу. Так, давайте побежим вот туда. Бежим, 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 бежим. Он должен сейчас там упасть. Осёл! Осёл! Опа! Охраняешь яму? Какой молодец. В начале серии сказала ему, чтобы он охранял. До сих пор там. Так, он ещё не упал. Значит, у меня всё время подготовится. Так, где он? Ладно. Сколько? Ну и дрить колотить, ну давай уже. Я уже заколебался тебя ждать. Я понимаю, что ты там заделался в космонавты. Сколько можно? Опа! Ну как тебе? Оп! 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 Опа! Опа! Я в невидимости, подождите. Ну, в принципе, в принципе, очень даже всё хорошо. Очень даже всё хорошо. Мой план заработал на ура. Вот тут смотри. Как хоро... Всё, будем цвето... Кстати, да. Кстати. Угу. Ага. А, и... Ага. Всё. Покойся с миром на сей раз уже 100%. Вот какую отличную фигню можно заказать на всяких китайских сайтах? Вот в космос отправила человека, и спустя там пару минут он только приземлился и упал в заранее подготовленную яму. Фух, с этого момента он меня 100% не потревожит. Эй, ты! Розовый мешочек с мясом! Пошли домой. Я же пообещал в начале серии то, что я перчика заменю на свиню. Вот пока я толкаю свиню домой, ставь лайкусик, пожалуйста, и... Не в ту сторону нужно. Ставь лайкусик на этот видосик и подписывайся на этот канал, если хочешь продолжение. Я на самом деле не хочу, чтобы больше этот грабитель вылезал наружу. Вот-вот там и сиди! Вот-вот, не вылезай оттуда. А ты давай, давай. Вот перчик будет завтра травушку-муравушку жрать, а ты будешь дом охранять. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Да-да не в ту сторону! Всем удачи и всем... Пока! Да иди ты уже наконец-то в ту сторону. Да... В ту сторону. Да иди ты уже... Ё-о-о, блин... Ох, не будет у меня домашнего питомца. КОНЕЦ